Субтитры сделал DimaTorzok Года 2-3, не помню точно, в картошку, как нынче, или, можно говорить, или в мир танков. Ну и на данный момент, можно сказать, играя в основном в War Thunder линейку. Линейка не в счет, конечно. В принципе, игрушки, честно говоря, больше идентично мне показалось вот это. Менюшка почти что такая же, как в мире танков. Вот. Древо развития все почти то же самое. Вот оно. Все покупается, все там модернизируется, все как обычно. Еще такого нету. Геймплей, в общем-то, получился. Нечто между мира танков и Warface почему-то очень сильно отдает. Движок, конечно, Crytek, это ясное дело, что есть, Crytek есть. Че с ним не сбоделаешь? Можно из-за графики, может, и вообще геймплей весь такой. Потому что тут PVE все построено как раз-то на вид Warface. Гасаемые графики, чтобы мне было приудобнее записывать, вот я сделал вот такое все. Высокие, средние и низкие в некоторых местах. И вертикальность синхронизации убрал. Потому что она мне, как такова, не нужна. Что ж, давайте рассмотрим. Вот, посмотрим на танчик, который я уже изучил. Что ж, у меня SD-клиент. То есть стандартное все. В принципе, выглядит все замечательно просто. В менюшке кадров у нас 50 с копейками. Сейчас проверим. Вот, 60 с копейками сейчас показывает бандикам. Вот. Также тут есть у нас такая особенность, как разделение PvP-PVE. Поставщики это у нас тех. Это выбор, за кого мы играть будем. Так как у нас 2 типа 12 тут представлено. Вот, база. Что, в принципе, у нас реализовывала картошка. Только у нее штаб называется чуть иначе. И она, там, военные действия ведутся на карте. Тут она, вот это, резону вот так. Мы, допустим, хотим построить сооружение, которое нас будет увеличивать, получая количество кредитов. То есть денег. Каждое здание можно модифицировать. Для этого нам надо, чем больше мы воюем, тем больше у нас материала. И получается снижение трат, получается, и увеличение опыта. Адены... Ой, адены говорю. При цены к премию аккаунту уменьшает стоимость, получаемый опыт увеличивает. Бонус к репутации дает. Бонус к экипажу. Уменьшает стоимость оборудования. Уменьшает стоимость ремонта. И увеличивает получаемое количество кредитов. Ну что, по штабу, может, коротко сказать. Но она находится у нас на стадии разработки. Что нам тут активно ведут разговоры в нижнем углу. Также оповещения у нас выставлены вот на эту панель. Правую. Восвязательный знак мы видим все оповещения наши. Вот. Я так сделал все по мелочи. Что ж. Танк у меня максимального развития. Что ж, смотрим. Пока с другой я даже не играл. Давайте рассмотрим ПВЕ бои для начала. Потом перейдем к ПВП. Сложность рекрут. Пока нам доступна. Поиск игроков. У нас пока первый уровень из восьми. Но это уже базово почти что. Восемь-десять. Это восьми-десятый уровень. Никого уж не идешь. Так что тут, в принципе... Во. Все. Через спустя 20 секунд у нас нашел игру. То, кстати, иногда ошибки вылетают. Что хреново. Потому что я один раз запустил. Меня выкинул. Что ж. Директ. Директ Икс что-то там не подошел. Хотя до этого я играл несколько раз нормально. Все. Загрузка прошла. Цель захватить завод. Уничтожить генератор. Дополнительной сложности нету. Ежедневные награды выполнены. Что ж. Наша цель генераторы и завод. Все. Как видите, у нас всего пятеро. И задача у нас спишется в правом верхнем углу. По панельке, коротко говоря, прочности у нас 660. Скорость у нас. Один из крупнейших газоперерабатывающих заводов. Е у нас перезарядка. Угу. Нет сомнений, что противник занят похищением топлива для НУС в собственной армии. Захватите завод. Жильтанк. Немного подлагивать, не обращать внимания. Я уже более-менее, конечно, к этому привык. Но поначалу мне казалось, что сейчас для жопы еще та. Но ты как военник, конечно, мастера. Воевать. Что могу сказать? На этот счет. Да ты сученок, иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В принципе, ребята, игрушка неплохая, с учетом того, что она бесплатная. Ее можно играть, в принципе, сколько угодно и как угодно. И, ну, у меня MSI с GT70. С GTX 770. И у меня, в принципе, все устраивает. То есть, на моей системной остройке вы видели. Так. Определяю цель. Цель танк. Да ладно, вдруг не танк. Ну, это ладно. Это лишь слова. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Назад-назад-назад-назад-назад-назад. Закончил подрядку? Красавец. Спасибо, сволочь. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Надо аккуратно действовать. Ну, сейчас, мне, сэрю, у меня GTX 770. У меня идет он, конечно, на максимальных, но для удобного формата 60 FPS я сделал вот так. Мне это вполне более чем устраивает. Думаю, вам тоже понравится. С учетом того, что игра у нас предоставляется на бесплатно, никаких у нас таких нету. Кроме как, конечно, премиум аккаунт и уже техника золотая, так сказать. Снаряды у нас бесплатные в этой игре. То есть они, в принципе, к успеху идут достаточно надежно и хорошо. Так что, по мне, игра стоит того, чтобы ей уделили внимание. Что она развивается, так как у нее, в принципе, начинания есть и свои, и что-то между Миром Танком и Вартандером у нее есть. Ну и в Варфейсом по механике. Также тут, кстати, фары можно включать. Что является интересным фактом. Вот так у нас, в принципе, выглядит ПВЕ. Фризов почти что нету, кроме как иногда скачут эти фрагменты. Не фрагменты, а откидывает назад. Ну так более правильно будет сказать. ПОБЕДА! Ну вот, мы победили. И, как всегда, наша типичная загрузка. Которую, так видите, игра, видимо, вон. Патент, получается, был приобретен в четвертом году и развелся до нынешних времен. То есть, корни у игры есть. Также у нас, конечно, персонал имеет всю такую же прокачку. То есть, все банально у нас. Давайте командированный буст. Вот. Под достижением того, что у нас вот это не... Персонал получит 3000 опыта, у нас откроет следующий навык. Который мы можем уже развивать как хотим и что хотим. Но, с другой стороны, это... Немного, может, потом надоест в каком-то плане. Так. А вот мы и продолжаем. Что ж. Вот мы и в PvP режиме. Говорим, как АО все это выглядит и как на практике получается. У меня, как всегда, выкинуло ошибкой. Что я уже не удивлен опять. Теперь краш самого движка. Графического. Так что... Им над игрой, конечно, работать и работать. Потому что такого, в принципе, неприемлемо. Согласитесь. Мало кому приятно, когда ты заходишь в бою, тебя выкидывают ошибкой. Так. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, друг! Спасибо, что забрал. Ну, хотя хрен бы с этим на самом деле что и забирают, потому что... Надеюсь, тут нет такого чё-то, как в мире танков. Да хорош кризи. Видите, немного иногда подфризы есть Вот такие, что Откидывают назад Достаточно прилично Что Это что за Собака сутулая Проворонили Полминуты Поехали, нам надо отбиваться Да на тебе Как видите, тут не сбивается Блин Так, немного отвлёкся и слили Ну что ж Первый же бой в пвп и слив у меня Шикарней Можно Просто Превосходно А, у нас чё тут Хотя нет, все первых уровней О, давай, друг, долби С переводом у нас тут всё нормально Замечательно На счёт механики, конечно, пробитие До идеала немного далеко Но на грубую таскать форму Более чем хватает Всё Всё замечательно Один против девяти И то инвалид Вот и первый слив Что можно сказать Ну что, бывает, конечно, всё это дело А тем самым мы продолжаем всё наше это дело И мы на той же карте Всё то же самое Сейчас Только с другой мы стороны Наблюдаем за происходящим 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Кто скажешь Вперёд, так вперёд Команда раздала Поехали Друг, где это Где права покупал Что тебя так носит Блин Ежай, ежай, ежай Ежай, чёрт, говорю Эх Что ж, значит, люди-то Первый Лечу самый первый И, видимо, самую первую Откину где-то тут Надеюсь, что нет, конечно ПТ-шки, значит Легковые уже тут М-13 Будем Здесь вот тихо и аккуратненько. А вот и первая наша цель. Союзники, как всегда, не знают усталости. Спасибо за пинг высокий. Молодцы. Так, давайте лучше сзади прикроем наш ребят. Брит там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет-нет. Блин. Сбоку. Ясно. Что ж, могу сказать. Игрушка, в принципе, и стоит того. Идём, кстати, на равных. Что меня достаточно и радует. Ну, игрушка стоит внимания, ребят. Можно поиграть, конечно, она и развивается. Видно, что потенциал в ней хороший есть. И это надо не потерять, этот момент. А так, по мне, всё хорошо. Но темп развития нельзя сбивать. Или уходить, допустим, в донат. Или стилистику Warface, как в некоторых моментах по заданиям есть. Вот эти диалоги, что вначале вам говорится, что ты должен сделать это, потом выполнил это. Молодец, ты сделал то. То есть вот эта манера больше к Warface подходит, чем к танковой игрушке. Я, может, я, конечно, ошибаюсь. А так, спасибо за внимание. С вами был Дмитрий. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Если хотите, допустим, больше видео в какой-либо... То, что вот тут, что где-нибудь в другой игре. Ставьте лайки или пишите, что бы вы хотели увидеть. До следующей встречи. Ай-ёс. Субтитры сделал DimaTorzok